Два сообщения пришли на этой неделе из КНДР. Сообщение первое. В ответ на военные учения Южной Кореи и США Пхеньян выпустил в сторону Японского моря несколько ракет малой дальности, после чего заявил о подготовке к военной операции против Сеула. Сообщение второе. Северная Корея дает понять, что она заинтересована в возобновлении переговоров с Соединенными Штатами. Это любимая тактика Пхеньяна. Сначала повысить до максимума градус напряженности со своими главными врагами, а затем заявлять им же о необходимости решать все разногласия мирно. И самое главное, на том же дыхании вновь обвинять Запад и своих соседей в регионе в эскалации напряженности. В медицине, кстати, подобное состояние у людей медики называют биполярным аффективным расстройством. В политике, по крайней мере в ее северокорейской интерпретации, это способ сохранить существующий режим в голодной стране. Андрей Харазов продолжит тему. Великий наследник Ким Чен Ира, его третий сын Ким Чен Ын, встал у руля власти в Северной Корее совсем недавно. Его считали возможным проводником новой, прозападной политики и даже называли корейским Горбачевым. Однако Ким Чен Ын таких ожиданий пока не оправдывает. Он тоже оказался любителем побрецать оружием, причем не только конвенциональным, но и атомным. Ровно через год после его прихода к власти, северокорейская армия провела запуск баллистической ракеты «Инха-3», а затем и вовсе приступила к подземным ядерным испытаниям. В ответ Совбез ООН подверг Северную Корею полной экономической блокаде. Туда запретили ввозить все, что может помочь развитию военных технологий, включая поддержанные компьютеры. Запретили ввозить и предметы роскоши, даже пианино. Впрочем, народ КНДР, привычный к лишениям на отсутствие пианино, не сетует. Он целиком и полностью поддерживает свое мудрое руководство в борьбе с американским империализмом и проклинает южных сородичей. Пусть поджигатели войны учтут, что мирный договор больше не действует, и наша страна отныне не связана с соглашением о ненападении. Единственное, что нам остается, действовать во имя справедливости, нести беспощадное возмездие армией и всем народам. Противостояние между Южной и Северной Кореей обострилось до крайности. Южане ответили на ядерные испытания собственными военными учениями, которые проводились совместно с американцами. Север, в свою очередь, в долгу не остался, отменив договор о ненападении, действовавший на протяжении последних 60 лет. Фактически, КНДР объявила о том, что находится в состоянии войны со своим соседом. Войска на границе Южно-Корейской республики приведены в состояние полной боевой готовности. По другую сторону границы, блистательный товарищ и гений среди гениев военной стратегии Ким Чен Ын демонстративно инспектирует ракетную батарею, прекрасно добивающую до Сеула. Он заявляет, что его войска готовы нанести удар по небольшому южнокорейскому острову Пен-Эн-До и превратить его в пылающий факел. Непоколебимые социалисты из Пхеньяна ухитрились взбесить даже покровительствующий им Китай. Тот поддержал пакет жестких мер против КНДР и выступил в ООН единым фронтом с Америкой, что бывает очень нечасто. Мало того, китайские власти неожиданно обнаружили в местных банках счета Ким Чен Ына на миллионы долларов и раструбили об этом во всех СМИ. Правда, при этом Китай все равно призывает стороны к диалогу, хотя в случае с Северной Кореей это явно бессмысленно. Китай всегда считал, что санкции не самоцель. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны смогут продолжать переговоры, работать над ядерной разрядкой на Корейском полуострове в рамках шестисторонних переговоров, искать путь к миру и стабильности. Южная Корея настроена не столь миролюбиво. Она уже пригрозила Северной сестре военным ударом по ракетным батареям в приграничных районах, дабы обезопасить Сеул от возможного артиллерийского обстрела. Жители Южной Кореи всерьез опасаются своих воинственных соседей. Вряд ли это пустая угроза. Мы же видели предыдущие инциденты. Вполне возможно, что эти угрозы перетекут в настоящие военные провокации, и наш народ этим очень озабочен. Надеюсь, наше правительство все-таки наладит диалог с северянами, и все эти угрозы прекратятся, а вместе с ними и наши тревоги. Специалисты оценивают ситуацию по-разному. Западные политологи считают, что КНДР показывает силу, чтобы напомнить о себе новым властям в Южной Корее, Китае, Японии, а заодно и новой администрации Обамы, и выкачать из Запада побольше уступок. Обозреватели из России и других сочувствующих антизападным режимам стран наоборот заявляют, что эта эскалация попахивает провокацией со стороны Южной Кореи и США, которые намерены применить военную силу и свергнуть северокорейский режим. Все сходятся на том, что процесс принятия решений в этой стране абсолютно непрозрачен и туманен даже для профессиональных экспертов. Так или иначе, диктатор Северной Кореи не может не понимать, что в случае военного столкновения династия Кимов обречена. Вот только удержит ли это его от запуска ракет по Сеулу? Андрей Харазов для программы «Мировой порядок». Продолжение следует...